Сегодня я не выходил из дому. Думаю, завтра выйти. Я сегодня работал. Насколько я знаю, никаких эксцессов, как-то вот нет никаких скандалов. Праздник носит такой в целом проукраинский характер. Была молитва совместная всех конфессий. За исключением московского патриархата они не пришли. Был установлен на аллее славы, где могилы, символические могилы героев обороны и освобождения Одессы. Это установлен мемориал небесной сотни и бойцам-одесситам, павшим в антитеррористической операции. Это все достаточно гармонически объединено под украинской символикой. И как-то ничего, чего все боялись там. Не все, а кое-кто боялся, ничего такого не происходит. А скажите, Александр... Я помню, кстати, Одессу год назад. Это был такой город испугавшийся, затихший, притихший. Сегодня город живой. Вот Одесса за этот год изменилась, да? Нынешняя Одесса, вот изменившаяся за год, она сможет воспринять, принять вот этот вот двойной праздник, который начиная с этого года празднуется? Ну, что значит Одесса? Все люди разные. Кто-то не воспримет, кто-то воспримет с энтузиазмом, кто-то отдаст предпочтение одному из этих дней. Да, для меня, например, нет в этом ничего такого неожиданного. Я давно считал, что надо перейти на европейский стандарт празднования 8 мая и именно в формате Дня скорби. Потому что, насколько я помню, у нас в семье это был семейный праздник. И в годы моего детства это был не день бряцания оружием, а день скорби. Это центральным событием дня был не военный парад, а минута молчания. И мы ходили с семьей, возлагали цветы к вечному огню. Никакого в этом не было налета этой имперской пропагандистской эйфории, да, которая сейчас раздувается в России, которая просто отвратительное ощущение. Спасибо, Александр.